Здравствуйте! В эфире Вести интервью. Сегодня гость нашей студии Андрей Белоглазов, член общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель регионального ОНФ. Андрей Сергеевич, здравствуйте! Российские войска продолжают на Украине спецоперацию. Насколько было важно начать ее? Реалии сегодняшнего дня говорят о том, что это необходимое и вынужденное решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. Мы видим, что происходит в мире. Уже на протяжении многих лет Российская Федерация всему миру доказывала, что мы демократическое государство, мы настолько большое и богатое государство, что нет необходимости Российской Федерации вести какие-то захватнические войны, присоединять какие-то территории или воссоздавать былую мощь Советского Союза. Совершенно в этом нет никакой необходимости. На протяжении многих лет Российская Федерация шла на уступки нашим западным, в кавычках, партнерам. Ликвидация Варшавского договора. Раз. Мы Российской Федерации убрали военные базы из-под брюшья Соединенных Штатов Америки. Вывели вооруженные силы, ликвидировали все военные базы на территории Европы. Что мы получили взамен? Приближение НАТО к границам Российской Федерации. Дальше мы получили взамен, что наш братский народ, наша братская Украина на протяжении многих лет накачивалась и наступательными вооружениями. Мы видим, что на протяжении многих лет не одно поколение наших братьев с Украины воспитывалось в формате, где поддерживается нацистская фашистская свастика. Устраиваются факельные шествия, уничтожаются памятники, памятники нашим дедам и прадедам, тем людям, которые освободили Украину и освободили мир от фашизма. Мы видим, что на территории Украины сформировалось отношение неприятия всего русского, русского языка, русской культуры, русской истории. И, конечно же, это недопустимо. Более того, когда Украина с западными странами напичкивалась вооружениями, мы должны себе четко отдавать отчет, что это вооружение потом бы использовалось, и 40-миллионное население Украины использовалось для того, чтобы потом предъявлять в том числе и территориальные претензии нашей стране, Российской Федерации. И этот вопрос был просто вопрос небольшого времени. Время покажет и все расставит на свои места, но хочу сказать, что мой дед в 43-м году, мой двоюродный дед в 43-м году, Сергей Павлович Насулич, погиб, освобождая Украину от нациста. Также и погибали, и проливали кровь наши деды и прадеды, тех ребят, которые сейчас исполняют мужественно и героически свой профессиональный воинский долг в этой специальной военной операции. Мы видим, что население нашей страны как никогда консолидировалось. Мы видим, что общественные организации, представители бизнеса, люди разного социального статуса, сварщики, фермеры, крестьяне, учителя, молодежь, студенты, объединились и поддерживают решение президента о начале специальной военной операции. Это видно не только по разговорам на кухне, на улице, в торговом центре. Это видно и по тому фону, по тому содержанию, контенту, который наполнен сейчас социальной сети. И мы с вами видим истинное отношение наших западных партнеров к Российской Федерации, к русскоговорящим, к русским. Мы видим, что это все сейчас вышло наружу. Маски сброшены. Сброшены маски не только от коронавируса, сброшены маски вообще все. Мы увидели истинное отношение к Российской Федерации. И сколько усилий для того, чтобы выстроить дипломатический диалог, прилагало Министерство иностранных дел, общественные организации, деятели культуры Российской Федерации, президент Российской Федерации. В ответ мы получали одно. Нас не хотели видеть в цивилизованном мире. И поэтому мы сейчас пожинаем плоды тех многих десятилетий той работы, которую осуществляли наши западные партнеры на территории братской Украины. Теперь всем понятно, что никакие они не партнеры, а, как вы говорите, маски сброшены. И самая настоящая противоборствующая сторона. В своих интервью вы неоднократно подчеркивали, что вот ту правдивую информацию, которую можно почерпнуть из наших СМИ, необходимо доносить также и для жителей Украины, как это можно сделать. Потому что сейчас соцсети переполнены, и, соответственно, на той стороне совершенно другая информация. Да, Российской Федерации объявлена информационная война. И она объявлена не сегодня, не вчера, а на протяжении долгого и длительного времени она активно проводится. Мы видим, что социальные сети эти не являются продуктом производства Российской Федерации. Это зарубежные социальные сети, где определенное содержание, определенный контент, и там русофобия. Но все те, кто развязали эту русофобию в отношении русских, русскоговорящих, и на территории Украины, и в социальных сетях, они должны понимать, что по указке западных центров, в кавычках, демократии, они могут оказаться на нашем месте. Что делать нам, обычным простым жителям нашего города, нашего Хабаровского края? Ну, в первую очередь, необходимо доверять официальным источникам информации. Первое – это сайты Министерства иностранных дел, сайты Министерства обороны, сайты правительства Российской Федерации, сайты правительства Хабаровского края. Мы видим, что правительства, органы государственной, муниципальной власти сейчас ведут широкоформатную работу. Именно в информационном поле разъясняются причины, истоки, история данной сложившейся ситуации. Мы видим, нам напоминают о том, что, вы знаете, вот те, кто выступает в кавычках за мир, та блогосфера, сфера культуры, те люди, которые покинули Российскую Федерацию, эти люди почему-то не замечали то, что происходило когда-то в 99-м году, когда утюжили Белград, Югославию. Эти люди не замечали то, что происходило в Ливии. Эти люди не замечали то, что происходило на Донбассе, начиная с 2014 года. Хочу сказать, и этому есть официальное подтверждение задокументированное, что геноцид русскоязычного населения на территории братской Украины продолжается уже на протяжении многих и многих лет. И очень хорошо, что Следственный комитет сейчас возбуждает уголовные дела по факту этих преступлений. У этих преступлений нет срока давности. И каждый, кто был причастен к этим преступлениям, к уничтожению мирного гражданского населения, по языковому признаку, по национальному признаку, должен понести заслуженное суровое наказание. Мы прекрасно понимаем, что западные партнеры на протяжении многих лет воспитывали здесь, у наших границ, вот эту вот дубину, которой должна была стать Украина. На эту роль никто другой не смог бы претендовать. Ни Германия, потому что все мировое сообщество помнит, кто развязал Вторую мировую войну. Ни Франция, которая в 1812 году пыталась реализовать свои имперские амбиции на территории нашей страны. Поэтому была выбрана именно братская Украина. И за эти долгие многие годы они, конечно же, добились там колоссальных результатов, плоды которых мы сейчас и пожинаем. И я хочу здесь подчеркнуть, что я сам лично, мои друзья, мои коллеги по общероссийскому народному фронту, коллеги по общественной палате Хабаровского края Российской Федерации, мы поддерживаем решение президента о начале специальной военной операции. Мы уверены в силе и военной смекалке вооруженных сил Российской Федерации. Наше дело правое. Мы не должны предавать память предков, тех предков, наших дедов, прадедов, которые победили коричневую чуму. Против нашей страны объявлена не только информационная война, но, естественно, и санкционная. Уже анонсированы, не знаю, 5-й, 35-й пакет санкций. Но уже все понимают, что с 2014 года нас уже ничем не испугать. Вот как необходимо все-таки выстраивать работу в условиях ограничений для бизнеса, населения, предприятий? На протяжении многих лет в отношении нашей страны ведется экономическая война, экономическое противостояние. Сейчас оно просто стало без масок, явное, ярко выраженное. И я хочу сказать, что, знаете, нет худа без добра. Сейчас время наших предпринимателей, тех людей, у которых есть светлая голова, руки умелые, наших кулибинных, тех людей, которые смогут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью здесь, на территории нашей страны. А вот то мнение, которое было навязано нашим элитам, и нам пытались его навязать простым людям, что мы, страна богатая, мы можем все купить, там, самолет мы можем купить, телефон приобрести, получить какую-то услугу. И все мы это можем купить, продавая просто наши ресурсы. Сейчас всем стало очевидно, что мы не должны продавать свое сырье в чистом виде. Мы должны его продавать либо в каком-то виде полуфабриката, либо совершенно в виде готовой продукции. И у нас для этого есть все. У нас есть природные ресурсы, большая территория с выгодным географическим положением. У нас, самое главное, есть трудовые ресурсы, у нас есть интеллектуальные ресурсы. И сейчас время местных производителей, отечественных производителей. И я уверен, что пройдет совершенно немного времени, и наши предприниматели займут те ниши, которые освободились в связи с этой санкционной войной. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова